Привет всем любителям русского языка! Сегодня у нас специальный новогодний выпуск. Одна из самых важных задач для всех изучающих иностранный язык — это расширение своего вокабуляра, то есть словарного запаса. Но как узнать больше полезных слов? Есть тысяча и один способ, но лучше, по-моему, — это использовать язык, выполняя привычные действия. Например, из актуального — нарядить ёлку. Только четыре года назад я узнала такие слова как bobble и tinsel, хотя, казалось бы, английский я учу уже целую вечность. Но вот покупать ёлочные украшения мне не доводилось. Так что сейчас у нас маленький гайд по украшению ёлки. Сначала ёлку нужно купить, но это может быть и сосна, и пихта. Кстати, я рекомендую пихты, они гораздо более пушистые и пахучие. Второй немаловажный пункт — это установить ёлку в ёлочный подставок. В моём детстве таких штук то ли не существовало, то ли они были в шутком дефиците, поэтому приходилось проявлять смекалку и изобретательность. Кстати, смекалка — это сообразительность, способность быстро что-то понять и предпринять действия в зависимости от ситуации. А изобретательность — это способность придумать, создать что-нибудь новое. Синоним изобретательности — находчивость. Так вот, мои находчивые родители использовали ведро с песком в качестве ёлочной подставки. Но ёлка упорно не хотела стоять вертикально, поэтому её макушку пришлось закрепить на гордине, так что шторы не до конца закрывались. Да, у дерева есть макушка, то есть вершина, ствол и ветки. У хвойных их ещё называют лапами, например, еловые лапы. Итак, вопрос со звёздочкой. Так обычно в учебниках помечают задания повышенной сложности. У ели лапы, а у сосны… Есть такая версия. У ели каждый год вырастают новые боковые ветви. И на этих ветвях вырастают удлинённые побеги. У ели побеги бывают только удлинённые. То есть образовалась ветвь, её как раз и называют лапой. А у сосны могут вырасти не только удлинённые побеги, но и укороченные, по длине приблизительно несколько миллиметров, с несколькими хвоинками. Обычно это две или три хвоинки. И все эти побеги у сосны называют ветвями. Не знаю, насколько верна эта версия. Напишите в комментариях. Ну да, мне, например, сосновая лапа режет слух. Итак, после установки дерево нужно украсить. Сначала идёт гирлянда. Может показаться, что это прямая калька с английского «galland». Оно, как и русская гирлянда, происходит от французского слова «girlande», которое, в свою очередь, происходит от итальянского «гирлянда», означающего «косу» ленточку. В английском «galland» употребляется в более широком смысле и близком к оригиналу. Это украшение из соединённых между собой цветов, фруктов и т.д. В русском же «гирлянда» это скорее украшение из лампочек, и оно соответствует английскому «Christmas tree lights». Справившись с развешиванием гирлянды, приступим к главному – игрушкам и их закреплению на ветках. Old school версия – это использовать ниточки. Версия для продвинутых пользователей – это скрепка. Нужно её немножко разогнуть и, зацепив один конец, повесить игрушку на ветку. Также можно найти игрушки на прищепках. Они появились в 50-е в Советском Союзе. Кажется, у нашей семьи было несколько таких. Сегодня можно выбрать любой декор. Это и шарики, и шишки, и фонарики, сосульки, да что угодно. До сих пор можно встретить игрушки в виде овощей и фруктов. Таких, как виноград, кукурузу, куруши, малину. Интересно, что эти украшения появились примерно в 50-е и 60-е, когда в Советском Союзе активно шла сельскохозяйственная программа. Начиная с 1957 года, после запуска первого искусственного спутника Земли, а особенно после первого полёта в космос Юрия Гагарина в 1961 году, стала популярна и космическая тема. Так что, если встретите на барахолке или в старой коробке с игрушками космонавта или ракет, знайте, им уже, скорее всего, больше 60 лет. Барахолка — это рынок или части рынка, где продаются с рук подержанные вещи. Их ещё называют толкучка или блошиный рынок. По англичану это называется flea market. Собственно, flea — это плаха. Примерно в это же время появляются шишки, сплетённые из фольги, и дождик. Каждый год интернет полон истории о том, как кот стащил с ёлки дождик и зачем-то съел. Так что будьте осторожны. После того, как вы повесили все шарики, можно заняться бусами и мишурой. Да, украшение на шею и на ёлку называется одинаково. По сути, это одно и то же — нанизанные бусины на нитку или леску. Просто размер побольше. Ну а ёлочная мишура, как говорит нам долговый словарь Ожегова, это украшение из блестящих пушистых нитей. По-английски это называется tinsel. Кстати, это слово многозначное. Мишура — это ещё и внешняя броскость, плеск, без внутреннего содержания, показная роскошь. Например, отрывок из Евгения Онегина Пушкина. А мне, Онегин, пышность — это постылой жизни мишура. Мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера. Что в них? Итак, наша ёлка почти готова к празднику. Осталось только украсить макушку и выруть юбку. До революции было два варианта макушек. Это шестиконечная вифлеемская звезда, под которой родился Христос, и ангел. В советские времена примерно с 1920-х. Рождество перестали отмечать. Но к середине 30-х стало понятно, что людям нужен новогодний праздник. Тогда решили действовать по принципу «если не можешь победить, то возглавь». Празднование Нового года возродили, а макушка превратилась в пятиконечную красную звезду со спасской башней московского Кремля. Сейчас можно встретить какие угодно варианты, но если вдруг вы увидите пику, стилизованный под взлетающую ракету, то это ещё один привет из 60-х. Мы уже близки к завершению. Низ ёлки украшают, используя так называемую юбку. Прямо как предмет женского гардероба. Честно признаюсь, до этого выпуска я не знала, что украшение низа ёлки так называется. В целом, это может быть что угодно. От плетённой корзинки до просто куска ткани. И вот наша ёлка готова. Вы великолепны. Осталось её зажечь. В смысле включить гирлянду. Пожалуйста, ничего не поджигайте. Итак, как кричат дети на утренниках? Раз, два, три, ёлочка гори! Счастливого Нового года! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова